Барнольские водопады, сорванные люки, забитые ливневки и поваленные деревья. Мощный ливень и ветер накрыли краевую столицу. Больше всего пострадал центральный район. Так после урагана выглядит территория возле дворца бракосочетания на проспекте Ленина. На месте, где обычно фотографируются молодожены, ветер повалил деревья. Пострадали обручальные кольца. Ребята, пожалуйста, скорее, блин! Удивительно, что в результате происшествий никто не пострадал. Так в Октябрьском районе упал башенный кран, который заблокировал проезд. Чудом обошлось без трагедии в парке Центральный. Там очевидцы сообщают об упавшем дереве. Еще вчера городские службы начали устранять последствия непогоды. Работы продолжаются и сегодня. Задействовано больше 60 единиц техники и порядка 100 рабочих. Граб реально пошел. Ничего не видно. Больше всего ливню радовались дети. Вот такие кадры сняли на Южном Лосихинском проезде. А на улице Малахова резвиться в дождевых водах детям помешали сотрудники госавтоинспекции. Всего во время вчерашнего ливня выпало 13 миллиметров осадков. В Новосиликатном жильцы не могли попасть домой. Замкнуло домофон. Ничего нету. Вели закрыто. И тут же в Новосиликатном большая вода зашла в подъезд. Последствия непогоды ощутили на себе не только водители и пешеходы. Барнаул и Новосибирск сегодня утром накрыл сильный туман, из-за чего пришлось задержать десятки рейсов и направлять самолеты на запасные аэродромы. Добавим, что на ближайшую неделю синоптики не обещают осадков, а вот жаркая погода еще сохранится. Ирина Корчагина. День с толком.